Всем привет! Сегодня 1 ноября, у нас появился новый ивент, не помню то ли вчера, но во всяком случае рано утром я сегодня его заметил и к сожалению слишком поздно зашел. Ивент был очень крут тем, что на нем можно было тестировать новых персонажей. Смотрите, здесь у нас как стандартные миссии, к сожалению один раз только мы проходим и получаем награду. Также на каждой миссии есть свои бафы и дебафы. Вэпон ретриал, что интересно, 65 уровень, то есть это не 70, не 60, но все-таки 65, плюс у босса есть определенные дополнительные бафы от мутации. Так, что еще? Мы можем пользоваться суппорт чарами. Здесь есть все практически старые персонажи и у них достаточно хорошие характеристики. Вот я сравнил со своим августом, здесь август намного сильнее. Наверное это третий, либо четвертый трейд у персонажа и как бы можно использовать, но здесь он бесполезен. Я проходил, добавил Эду и Нунгала и проблем вообще не возникло. То есть медленно, но верно мы проходим без всяких проблем, потому что есть все нужные персонажи. Вся фишка ивента была в том, что когда я запустил в рано утром по московскому времени, были 55 уровни новых персонажей. Там была Хасна, там была Лейла, это танк, спустя полгода, которую мы только увидим. Како было, Акамба был и Таир был. Очень хотелось бы потестировать, пройти, но к сожалению не было времени. А потом разработчики срочно-срочно выпустили патч, чтобы не дать людям потестировать новых персонажей. Обидно, конечно. А так ивент проходится, как я понимаю, за один день. Скорее всего у нас будет новый еще один Weaponry Trial, Star Trial, что неплохо, немного кристальчиков получим, талантов получим. И все, как бы ждать новый ивент опять две недели. Ну, скорее всего спустя неделя, потому что этот ивент у нас уже очень-очень давно. Будет новый Summon. Сейчас еще не открылся, если не ошибаюсь, именно сегодня, в 7 часов вечера по Москве, у нас будет Гармин и Леонид. Нет, оба персонажа так себе и как бы нет смысла пулять, на мой взгляд. То есть я пуляю только в новых персонажей, которые высокий тирлист по оценкам игроков и которые заходят в мою команду. То есть, к сожалению, не от Какого, а может быть не к сожалению, потому что я пошел немножко другим путем. Но все восторги от Какого и от Мэйбелин, да? И поэтому, как бы хотелось все-таки немножко по-другому сыграть. Теперь, что еще интересного в игре происходит. Во-первых, доход игры упал там условно там с 2-3-4 миллионов долларов в месяц почти в два раза. Сейчас это все обсуждают в Дискорде и так далее. Там страсти накипают. Количество игроков достаточно сильно упало. Полтора-два раза за целый месяц. И как бы тоже начались страсти. Ой, в игре мало кристаллов, еще что-то. Донат-шоп не такой прям суперкрутой и так далее. Ну вот я играю, можно сказать, без доната, мне дали там, ну, 5000 кристаллов донатных за программу, вот этого, как его называют, блогера за три месяца. Много это или мало? 80 долларов, ну, да, если кто-то, кто-то даже перевел. 8 тысяч рублей. Не такие огромные деньги в соответствии с потраченным временем. Вот. И как бы 53 тысячи кристаллов на 2-3 персонажа гарантом. Как бы немало. Следующее, что обсуждают, это то, что нет хай-тир контента. То есть многие игроки, особенно наши товарищи русские в группе, жалуются, что, блин, прокачали персонажей, а куда дальше делать? Что делать? Зачем брать новые персонажи, если так все пройдено? Ну, как бы, да. Это, я считаю, правильная логика. То есть, именно важен не ивентовый какой-то контент, в первую очередь, а больше именно все-таки какой-то PvP, соревновательность, еще что-то. Чтобы было, как тот же War of the Vision, Final Fantasy Tactics или в какой-то другой подобной игре, чтобы люди соревновались. Гильдии мертвые. То есть мы заходим, как его называют, в гильдию и смотрим, что бывший вот мой гилдмастер, в гильдию, в которую нужно было записываться полдня, квест целый был. Гилдмастер не играет в игру, он 57-й левел, там иногда заходит, что-то делает, квестики. Там, допустим, другие игроки, вот, два дня не были, один день не были и постоянно-постоянно гильдия умирает. А это гильдия, у которой в дискорд-канале там по тысячу человек, например. То есть она играет в разные проекты и, как бы, желающих, наверное, достаточно много. Плюс у них было там целых три состава в первые дни, а сейчас, видите, даже первой основной особо никого нет. Люди уходят, уходят и еще раз уходят. Вот, я думаю, основная проблема – отсутствие соревновательности. Но есть чудо-блогеры, которые говорят, вау, вышли дневники разработчиков, они нас услышали. Что они услышали? Я, как бы, делал маленькое, короткое видео с обзором и услышано было, что мы делаем новый контент, у нас будет новый гильд-эвент, где нужно будет что-то шарить, чем-то там обмениваться, условно говоря, как вот мы вот эти пароли вводили, и все. И что, это ивент гильдийный? Да это, опять же, пять минут времени в день, да даже минутка времени. Получили какую-то награду? Да, круто, бесплатно, замечательно, что такое есть. Кристаллики всегда нужны. Это делает игру дружественной. Но нет такого, чтобы, допустим, мы заходили какие-то гильд-вары, там, планировали тактику какую-то, что-то защищали, что-то атаковали, получали награду, там, был рейтинг гильдий, еще чего-то. Вот, такого нету. Поэтому я не скажу, что я разочарован в игре, просто эта игра как бы себя поставила так, что она игра, ну, 15-минутка, да, то есть всю неделю мы скипаем, когда выполнили весь контент, прокачиваем понемножку чару, выполняем, получаем кристаллики и раз в две недели делаем на 2-3 часа какой-то контент новый, ивентовый, там, как вот, допустим, убить боссов сейчас, либо еще какая-то, как по роду, два ивента проходят. То есть на них тратится время. Это, с одной стороны, прикольно, это хорошо, но, как бы, если человек рассчитывает играть в игру, что она будет основной, ну, как бы, это не та игра. Может быть, это плохо, может быть, хорошо. Вот сейчас вышел Артур новый, ну, мне он не вкатил. Я в него играл когда-то, было ОБТ, при ОБТ, при ЗБТ, еще что-то. Игра особо не изменилась. Как была дерганная графиками, так она и осталась. Как была донатная игра, так она и вроде как безумно и осталась. Неудобный интерфейс и так далее. То есть, ну, люди играют, потому что сравнивают с Raid Shadow Legends. Как по мне, ну, не то. Как бы, прошла эпоха тех игр, которые выпускались, как наподобие Raid. И сейчас хайп. Игра, как бы, хотя бы, тем более, не дружественная для реролла и тому подобное. Но людям нравится, что ты зашел в игру, бьешь босса на авто, тратишь два часа в день на автобой, потому что еще и тупой у тебя интеллект, у, как бы, твоих персонажей. Бьешь два часа одних и тех же боссов каждый день, потому что нет функции свип. Зачем функция свип, если, как бы, люди хотят играть в игру. Здесь вот есть свип-функции, я рад, счастлив. Иначе бы приходить к тех же боссов каждый день, это была бы целая мука. По разу. А там нужно боссов убивать 20 раз в день, 30 раз в день. Вот. Ну, как-то так. Вот мои мысли и вот немножко про ивенты. Всем спасибо. Пока.